Привет, друзья! А вы знаете, что такое Nomenwebverbindung? Если вы уже далеко продвинулись в немецком языке, то должны определенно знать, что это значит. Но если нет, то я с радостью поделюсь с вами этой грамматической особенностью немецкого языка. Nomenwebverbindung это комбинация имени существительного и глагола, как следует из названия, которое образует одно цельное значение. В русском языке их можно назвать устойчивыми глагольно-именными сочетаниями. Ну, типа, оказывать влияние, принимать решения, давать совет и вот все в таком духе. Все фразы, которые мы с вами сегодня разберем, вы точно встречали в повседневной речи. Но если нет, то просто не обращали на них внимания. Сегодня я хочу познакомить вас с 15 самыми важными Nomenwebverbindungами в немецком языке. На самом деле их куда больше, но сегодня предлагаю сделать первый шаг и заложить фундамент. Что же, давайте приступать. А начнем мы с eine Entscheidung treffen, то есть принимать решение. Синонимом этой комбинации является глагол sich für etwas entscheiden. Уверен, что сейчас возник вопрос, зачем же учить eine Entscheidung treffen, если есть вариант попроще. В целом, я бы с вами, наверное, согласился, но вот многие немцы не знают, что вам было бы проще через глагол. Поэтому очень даже активно использует именно вариацию с именем существительным. И вся сложность здесь в том, что если перевести данное сочетание дословно, мы получим что-то типа встретить решение. Ну, если вы достаточно догадливы, то в целом понять, о чем идет речь, можно. Но это не значит, что в этом деле всегда стоит полагаться именно на интуицию. И еще очень важный момент, принимать решение, это именно eine Entscheidung treffen. В этом и есть весь смысл, что определенное существительное стоит в паре с конкретным глаголом. Никаких там machen, nehmen или еще чего-нибудь. Это одна фиксированная комбинация, которую нужно в таком виде и запомнить. Ладно, давайте уже приведем примеры. Итак, двигаемся дальше. Следующая комбинация немножко komisch. Почему же komisch? На первый взгляд может показаться, что все тут крайне просто. Ну, kauf это у нас покупка, nehmen это у нас брать. И по логике можно слепить словосочетание, делать покупки или брать покупки. Ну, на самом деле, друзья, все вообще не так просто. Эта комбинация вообще в принципе никак не связана с покупками. А ее основное значение это принять что-то или с чем-то примириться. Er hat alle nachtheile der neuen Wohnung in kauf genommen. Он примирился со всеми недостатками новой квартиры. Если ты хочешь купить этот дешевый телефон, то ты должен смириться с его плохим качеством. Наше следующее сочетание это etwas in angriff nehmen. То есть начать что-то или приступить к чему-то. Вообще слово der Angriff это нападение или атака. Вот и получается у нас что-то типа браться в атаку. Wann nimmst du dein Projekt in angriff? Когда ты начнешь свой проект? Er hat schon seine Arbeit in angriff genommen. Он уже приступил к своей работе. Следующие комбинации от немцев можно услышать в каждой беседе. Это Bescheid wissen и Bescheid geben или же sagen. Начнем с Bescheid wissen. Быть в курсе чего-то или разбираться в чем-то. Ich weiß Bescheid, dass sie in den Urlaub fahren. Я в курсе, что они едут в отпуск. Wenn du Probleme mit deinem Laptop hast, dann frag mein Bruder. Er weiß Bescheid. Если у тебя проблемы с твоим ноутбуком, то спроси у моего брата. Он разбирается. Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед. А вот jemandem bescheid sagen или geben это дать знать или проинформировать. Sag bitte bescheid, wann du kommst. Дай мне, пожалуйста, знать, когда ты придешь. Ich habe ihm bescheid gegeben, aber anscheinend hat vergessen. Я его проинформировал, но он, видимо, забыл. Следующее сочетание это zuverfügung stellen или же stehen. Jemandem etwas zuverfügung stellen означает предоставлять что-то в чьё-то распоряжение. Ich stelle dir meine Wohnung zuverfügung, weil ich morgen in den Urlaub fahr. Я предоставляю тебе свою квартиру в распоряжение, потому что я завтра еду в отпуск. Mein Auto ist in der Werkstatt, deswegen hat mein Vater mir sein Auto zuverfügung gestellt. Моя машина в ремонте, поэтому мой папа предоставил мне свою машину в распоряжение. А вот jemandem zuverfügung stehen, это быть в чём-то распоряжении, ну то есть быть доступным кому-то. Er hat ein Auto gemietet, deswegen steht es ihm zuverfügung. Он взял автомобиль на прокат, поэтому он в его распоряжении. Im Moment steht mir kein Internet-anschluss zuverfügung. В данный момент мне недоступен интернет. Следующая комбинация это etwas aufs spiel setzen, то есть рисковать чем-то, либо же ставить что-то на карту. Дословный перевод был бы ставить на игру, так что думаю вы бы и так догадались, что это значит, если услышали. Will er sein Leben aufs spiel setzen? Он хочет рисковать своей жизнью? Ich will meinen Ruf nicht aufs spiel setzen. Я не хочу рисковать своей репутацией. Что же двигаемся дальше. Etwas zum Ausdruck bringen. Выражать или высказывать. Такой себе синоним для глагола Ausdrucken. Sie will ihrer Meinung zum Ausdruck bringen. Она хочет высказать свое мнение. Er hat seine Empörung zum Ausdruck gebracht. Он выразил свое возмущение. Следующую комбинацию важно знать и различать. Это etwas in Anspruch nehmen. Вообще, это довольно необычная штука, потому что она имеет два абсолютно разных значения. Во-первых, ее можно перевести как принимать. Ну, например, принимать помощь. Или какое-то предложение. А второе значение – это требовать или занимать. Ну, например, время. В общем, если в беседе немец упоминает эту комбинацию, то тут я только могу посоветовать отталкиваться от контекста. Ich nehme deine Hilfe gern in Anspruch. Я охотно приму твою помощь. Meine Arbeit nimmt immer viel Zeit in Anspruch. Моя работа занимает всегда много времени. Дальше у нас следует etwas in Erfahrung bringen. Узнать что-то. Синонимом этой комбинации является глагол erfahren. Die Erfahrung – это опыт, как вы знаете. Поэтому in Erfahrung bringen можно перевести как принести в опыт. Что звучит, в принципе, весьма логично. Was würdest du am liebsten in Erfahrung bringen? Что бы ты охотнее всего узнал? Hast du seine Anschrift in Erfahrung gebracht? Ты узнал его адрес? Следующая важная комбинация – это Einfluss auf jemanden или etwas nehmen. То есть оказывать влияние на кого-то или что-то. Иначе говоря, это изумная альтернатива глаголу beeinflussen. Er will auf ihre Entscheidung keinen Einfluss nehmen. Он не хочет влиять на ее решение. Du musst auf ihn Einfluss nehmen. Ты должен оказать на него влияние. Наша следующая комбинация – это jemandem einen Rat geben. То есть давать кому-то совет. Его синонимом является глагол raten, который, кстати, также требует дательного падежа. Darf ich dir einen Rat geben? Я могу тебе дать совет. Er hat mir einen guten Rat gegeben. Он дал мне хороший совет. Еще одно глагольно-именное сочетание – это Vorbereitungen für etwas treffen. То есть готовиться к чему-то. Вот тут, в принципе, все крайне просто. Не убавить, не прибавить. Triffst du Vorbereitungen für deine Deutschprüfung? Ты готовишься к твоему экзамену по-немецкому? Sie hat schon Vorbereitungen für ihre Party getroffen. Она уже подготовилась к своей вечеринке. И завершим мы комбинацией «Ettwas zum Abschluss bringen», которая означает, собственно, завершать или заканчивать. Ich bringe dieses Video zum Abschluss. Я заканчиваю это видео. Wir haben unser Projekt zum Abschluss gebracht. Мы завершили наш проект. Что же, я действительно bringe dieses Video zum Abschluss. Это были 15 глагольно-именных сочетаний, которые вам точно не помешают. Если хотите знать еще больше, то оставляйте свои комментарии под видео, и я обязательно сниму еще один ролик на эту тему. А еще предлагаю выбрать парочку комбинаций и составить предложения с ними в комментариях. Успехов вам и до скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok